Тем временем связываемся с Ренатом Давлит-Гильдеевым, сейчас все в процессе, надеемся, что в ближайшие секунды Ренат к нам присоединится. Да, есть у нас связь, Ренат, приветствую. Приветствую, очень рад быть в вашем эфире, в эфире одного из моих самых любимых ютуб-каналов, как я только что написал о себе в Телеграме. Да, спасибо, кстати, и нам это приятно. Но начнем мы с не очень приятного, хотя посмотрим, попробуем разобраться. Далее цитирую по BBC. Российская Госдума в четверг приняла закон, полностью запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было в России до сих пор. И вот мы с коллегами, на самом деле, перед тем, как с тобой связаться, думали о том, почти практически в каждом хорошем американском, британском, французском сериале в той или иной степени понимает тема ЛГБТ. Ну, скажем, в сюжетной линии есть, например, представители гетеросексуальных отношений и ЛГБТ. Получается, что ни один из этих сериалов, согласно решению Госдумы, больше смотреть нельзя, потому что там это, ну, если там это не показано в такой негативном контексте, а в основном там просто показывают отношения людей, вот наше общество, есть люди, которые, ну, такие, такие, такие. Что, что вообще происходит? В России теперь нельзя смотреть, получается, сериалы британские, американские, где что-то подобное проявляется? Ну, по большому счету, если мы говорим про сериалы и про кино, то в целом в России нельзя смотреть сериалы и кино, где показываются такие гомоскасуальные линии сюжетные. Не только потому, что сейчас этот закон вступил в силу, а скорее потому, что подобный контент в России не показывают после начала войны, просто по одной простой причине. После начала войны из России ушли все крупнейшие онлайн кинотеатры, а также из России ушли все крупнейшие дистрибуторы мирового киноконтента. То есть, на самом деле, ну, не то чтобы главная проблема, это то, что сериалы такие люди в России больше никогда не посмотрят. Для меня ключевая проблема этого закона заключается в том, что, в принципе, этот закон, это часть такой большой, глобальной борьбы с инаковостью. То есть, из России, из российского общества, из пространства культурного, социального и политического исключают, удаляют, в принципе, любой разговор не про массу, не про большинство. Да, то есть, мы живем в такой стране, которая ведет войну, и поэтому интересует российское политическое руководство только серые массы, которые дружным строем идут в сторону фронта и радостно и дружно в такт кивают головой в ответ на запрос, можно ли мы будем ракетами, значит, по роддомам стрелять. Нет запроса на другое, нет запроса на непонятное, нет запроса на не массу и не на большинство. Это закон, это часть вот этой большой борьбы, большой борьбы с политическими меньшинствами, с сексуальными меньшинствами и так далее, и так далее. Мы можем просто перечислять бесконечно эти меньшинства, потому что в России нет больше места для тех людей, которые не представляют путинское большинство, которые ликуют в милитаристическом угаре. Но если мы говорим про то, как это скажется на простой жизни и на быте, на быте какого-то адекватного поколения, на жизни вот этого слоя людей, которые как будто бы подумали, которым как будто бы показалось, что они живут в свободном государстве, где существует право выбора. Конечно, ни сериалов, ни книг, ни искусства, ничего такого, где так или иначе показывается, демонстрируется гомосексуальная линия, больше в России не будет. И самое чудовищное, что если раньше это все касалось только... Ну, конечно, закон существует уже много лет, закон с припиской среди несовершеннолетних. Сегодня эта приписка пропала. И правильно говорить о том, что не просто закон приняли, а приняли целый пакет законов. И на самом деле, я отдельно хотел бы обратить на это внимание, эта законодательная инициатива, этот список законодательных актов, пожалуй, один из самых массовых, больших, крупнейших и масштабных за все последнее время законодательных инициатив российского якобы парламента, которые якобы место для дискуссии. 400 депутатов, 400, да, так вы думаете, принимали участие в разработке вот этих ограничительных актов. Несколько комитетов Госдумы. Эти ограничительные акты, они касаются сразу нескольких сфер, сразу нескольких статей. И вот этот огромный пакет законов, он действительно принципиальным образом меняет жизнь самого простого человека. Это кажется, что это все коснется только геев. Это коснется всех. И, по сути, все станут соучастниками исключения огромной прослойки людей из любой жизни. То есть, в принципе, мы не сможем никаким образом позиционировать жизнь геев, лесбиянок, трансгендерных персон, бисексуальных людей. Для меня чудовищно, на самом деле, было, что в последний момент, в последних втором и третьем чтениях, отдельно туда включили пункт про смену пола. То есть, по большому счету, не то, что говорить про трансгендерность, а в принципе, менять пол в России будет нельзя. То есть, огромная прослойка трансгендерных персон становится не то, что вне закона. То есть, все эти люди, они как бы исключаются из пространства страны. То есть, их как будто бы нет. А чтобы мы понимали, трансгендерных персон в среднем в обществах примерно 1%. Если мы говорим про Россию, то есть, полтора миллиона человек. То есть, такие, как бы, Рига плюс Вильнюс вместе. Вот это количество людей, которых как будто бы сейчас взяли и просто стерли. Как будто бы не больше... Нет. Да, я хотел бы чуть глубже коснуться этой темы, потому что даже в Советском Союзе... Просто я знаком был с академиком Виктором Калмберсом, который провел первую в Советском Союзе операцию по смену пола. Это было в 70-е. И он рассказывал, что это было достаточно сложно. Но в Советском Союзе консильный врачей смог убедить вот это советское руководство, что это необходимо, что люди, которые именно испытывают потребность в этом, это не просто какая-то... Вот я хочу, да. Это серьезно, есть медицинские основания для того, чтобы людям дать возможность просто жить. То есть, Россия, получается, в этом смысле становится жестче, чем Советский Союз, который отвергал там и так далее. Абсолютно так. И более того, я бы хотел еще привести в пример Иран. В Иране разрешены операции по смене пола, казалось бы, да, в исламском государстве, про которое мы знаем чудовищные истории, про то, как людей казнят, да, про то, как женщины не имеют никаких прав, про то, как любые политические протесты уничтожаются и расстреливаются, кроваво расстреливаются, там разрешены операции по смене пола. В России этого не будет. То есть, целая прослойка людей... Я отдельно хотел бы, чтобы мы это понимали. Прослойка людей отменяется, да, то есть, как бы, российская власть делает вид, что этих людей нет. Но мы помним, как пренебрежительно, как издеваясь и насмехаясь, Владимир Путин говорил про трансгендерных персон на саммите Большой двадцатки в Осоке. Это было в 2019 году, три года назад. И тогда уже понятно было, что вот это неизбежно, да, вот этот... Как бы тот тренд, который выбрало российское политическое руководство, он приведет к отмене всех подряд. Он тогда сказал, трансформеры. Трансформеры и хихикнул. Да, то есть, как бы, для Путина это трансформеры. Он даже слова такого не сказал, да, трансгендерные персоны. Ему как будто бы было стыдно, как будто бы ему было неловко это слово произносить. Несколько депутатов пытались в течение обсуждения этого законопроекта каким-то образом исключить, например, из пространства применения этого закона, например, культурную плоскость. Чтобы этот закон не касался литературы, не касался современного искусства. Невозможно представить себе актуальное современное искусство, в котором не затрагиваются темы гендера, в которых не затрагивается тема сексуального разнообразия. Но ничего этого просто будет невозможно даже представить себе. Я много думал, что как бы я должен для себя, какие выводы сделать. На самом деле, мне не страшно за взрослый гей, мне не страшно за себя. Я родился в Советском Союзе, помню красный флаг, помню, как он поменялся на триколор, и помню это пространство свободы, и вот этого нового воздуха 90-х. Мне за себя не страшно, потому что у меня есть этот опыт получения информации, доступа к информации. Мне не очень страшно за это поколение, которых пренебрежительно, опять-таки, да, примерно, как Путин про трансформеров говорил, депутаты Госдумы говорили про розоволосых зумеров, да, противопоставляя себя вот этому новому поколению, которых они не понимают. И вот эти розоволосые зумеры, они все равно имели доступ, доступ к информации. У нас были специальные медиаресурсы, которые рассказывали про многообразие. Были YouTube-каналы, где это все было так или иначе обсуждаемо. У нас был Netflix, да, в конце концов. Но вот то поколение, которым сейчас лет 10-11, это ребята, которые только входят в возраст осознания, в возраст принятия себя и, собственно, сексуальной идентичности, вот у них просто не будет доступа до информации, нормализующей этот диалог. То есть единственный тон, с которым можно будет говорить о правах ЛГБТК в России, это тон осуждения, это тон порицания. И мне страшно за этих людей, потому что фонды, которые работали в России, закрываются только сегодня. Закрылась два крупнейших фонда, которые занимались помощью и психологической адаптацией ЛГБТ-подростков. Они закрылись, потому что они не могут больше действовать на территории Российской Федерации по закону. Некоторые из них закрылись еще раньше, как иностранные агенты, потому что очень многих просто пачками признавали иностранными агентами и продолжают признавать. И вот эти ребята, они нигде не смогут даже столкнуться с материалами, в которых они смогут услышать про себя, что они такие же люди, что они имеют право на жизнь, они имеют право быть и дышать. И все, что они узнают про себя, и все, что они услышат от своих родителей, которых пичкают пропагандой в эфире федеральных каналов, от своих учителей, которые выпрыгивают из штанов, стараясь выполнить закон даже больше и сильнее, чем закон того требует, от своих одноклассников, которые точно так же напичканы этими родителями и учителями. Все, что они получат, это не доступ к нормализирующей информации, а грязный ботинок одноклассника на лице. И я очень боюсь, что последствиями этого будет огромнейшая волна суицидов, а психологов, которые будут работать с этими подростками, просто их нет, психологических организаций просто их не будет по закону. И мне страшно представить, что будет с подростками в провинциальных городах, именно в провинциальных городах. Потому что в Москве как-то, наверное, кто-то сможет поддержать, потому что просто есть опыт взаимодействия с этой темой. Все равно очень много открытых геев, лесбиян, которые все равно протянут руку. А в маленьких сибирских городах, что будут делать те подростки, которые мне пишут в телеграм-канал, «Ренат, мне страшно, потому что мне и так-то было не с кем поговорить. Единственный человек, с которым я говорил, это ты и твой телеграм». И мне казалось, что у меня хотя бы есть какой-то голос, который меня не осуждает и не порицает, что кто-то меня может слышать. Что будет с этими ребятами, я не знаю. Я думаю, что сейчас вся думающая и осознанная активистская позиция должна заключаться в одном. Что мы должны придумать, как донести для этих ребят одну простую вещь. Вы имеете право жить. Вы такие же люди, как мы. Ведь геям это нормально. И мы вам поможем, несмотря на то, что вас общество как бы исключает из пространства нормальности, выполняя вот этот чудовищный, абсолютно репрессивный закон. А у тебя есть ответ на вопрос, почему все это осуществляется, казалось бы, в таком едином порыве? Потому что я не хочу заходить на плоскость стереотипов, но тем не менее, есть мнение, что и в российской политике, и в российской Госдуме, и в администрации президента, там более 2000 человек работает, и в том числе в том сегменте, который называют маскультом и который присягает на верность Кремлю, ну, есть представители ЛГБТ. И некоторые из них не то, чтобы это открыто говорят, но и не скрывают. И в том числе это самые известные российские поп-исполнители. Почему они молчат? Почему они, в общем, даже иногда, кажется, выступают чуть ли не разжигателями вот этой истории, этой ненависти? Ну, не иногда. Мы видим с этим законом, зачастую они как раз и выступают разжигателями. Мы помним колонку Антона Красовского, пока его еще не уволились для канала RT за чудовищный призыв убивать декоринских детей. Немножко инсайда. Антон Красовский зарегистрировал компанию на свое имя и вместе с партнером из компании «Раша Тудери», которая называется «Антонима». И скоро мы увидим снова программу «Антонима», якобы не имеющую отношения к RT, хотя именно официальное лицо с RT, высокопоставленный один из продюсеров селеканала RT, является совладельцем этой корпорации, поэтому скоро снова «Антонима» вернутся в эфир. Но, тем не менее, мы помним его колонку, где он говорил, да, я гей, но я не хочу, чтобы 12-летним мальчикам отрезали пенисы. Да, я гей, но я не хочу, чтобы по Тверской шли гей-парады голых мужчин, которые бы на обочине насиловали наших мальчиков. И вот эта попытка упростить гомосексуальность как таковую, и попытка показать ее через шутовство и клоунаду, это то преступление, на мой взгляд, которое Антон Красовский допускал и допускает, и продолжает допускать, говоря эти чудовищные тексты и являясь одновременно геем. Господин Володин, спикер Госдумы, которого назначили быть лицом этого закона, гей, и мы это знаем, и у нас есть доказательства того, что он является гомосексуалом. И, тем не менее, иезуитская российская власть назначает именно гомосексуала быть пресс-атташе этого чудовищного закона. Геев было, есть и будет, в принципе, в любом обществе примерно одинаковое количество. Мы можем на это закрывать глаза, мы можем не закрывать. Геев примерно одинаковое количество в армии, в шоу-бизнесе, на Первом канале, на канале НТВ, в редакции YouTube-канала Ходорковский лайф и прочее, прочее. Мы можем продолжать бесконечно. Его не будет, это количество не будет меняться принципиально. И для меня, конечно, страшно, что эти геи радостно голосуют, нажимают эти зеленые кнопочки в зале парламента, хотя мы прекрасно знаем, что примерно 50 депутатов российского парламента являются геями-бискусалыми и лесбиянками. Как мы должны относиться к этим людям? В общем, я думаю, что с однозначным осуждением. Почему они это делают? Из страха. Потому что они привыкли подчиняться. Потому что если человек пошел во власть, он должен играть по правилам этой власти. И мы прекрасно понимаем, что не депутаты Госдумы являются инициаторами законов Российской Федерации. Законы в парламент опускаются либо из администрации президента, либо из силовых структур. В данном случае мы говорим про Федеральную службу безопасности, которая сейчас сильно поднялась во влиянии. И даже депутат Хинштейн, который был одним из инициаторов и публичных лиц пресс-аташе этого закона, он также является депутатом от ФСБ. Это тоже все прекрасно понимают. Он сидит в Госдуме по ФСБ-шной квоте. И, собственно, нужно обратить внимание, что только поправки депутата Хинштейна, то есть поправки из ФСБ, были одобрены во втором и третьем чтении. И никакие другие поправки, которые пытались как-то смягчить этот закон, одобрены не были. И уже хотя бы поэтому мы можем делать эти выводы. Депутаты нужны для того, чтобы кнопочку вовремя нажать и вовремя кивнуть, когда им сказали, у депутатов нет права возмутиться, у депутатов нет права начать протест против той политической линии, которая заказана российской политической элитой. И мы прекрасно понимаем, что эта политическая элита, это даже не Володин. Сегодня это генералы ФСБ. Сегодня это генералы Министерства обороны. Потому что сегодня мы живем в стране, которая ведет войну. Никакие публичные политики, никакие германогрефы со собственными гей-саунами, элитными закрытыми гей-саунами на Ленинском проспекте никаких решений не принимают. И решения принимают только вот эти ястребы-милитаристы, в зубах которых, не знаю, украинские младенцы, которые только что разорвали российские ракеты. Но здесь как раз, вот как я вижу, есть несколько крайностей. Это первое, это те люди, которые сами являются гомосексуалами, но это скрывает. Ты выступает. Мне кажется, это понятно психологически, когда ты пытаешь что-то скрыть, чтобы на тебя не обратили внимание, чтобы вот тебя не заподозрили. Это вот синдром Медведева, который пытается сейчас быть самым большим ястребом, хотя когда-то его считали таким системным либералом. С другой стороны, это некая консервативная прослойка, которая просто ненавидит, допустим, людей, которые от них отличаются. Или как ты разобрал вообще вот этот спектр наиболее яро выступающих за подобные ограничения, за подобные законы? Какая там структура? Вот есть ли те, которые в нейтралитете, грубо говоря, находятся? Ну вообще, закон публично комментирует только самые одиозные представители российских политических элит, потому что люди, которые немножечко знают себе цену, они стараются подобные, звериные инициативы, даже не комментировать, просто потому что, ну как бы, мараться не хочется. Да, и поэтому мы видим, кто говорит. Говорит Хинштейн, говорит Нина Астанина. Ну, сам феномен Нина Астанина для меня удивителен. Это такая, ну она уже в возрасте, гранд-дама российской политики, которая пытается говорить про то, что воспитание и семья, да, мы должны защищать, в принципе, семьи и правильного воспитания наших детей. Да, госпожа Астанина правильно воспитала своего сына так, что он получил 12 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью. И с места преступления он пытался скрыться и уехать, да, с окровавленной сумкой. И оставил это окровавленное тело с множеством ножевых ранений в квартире, да, просто на полу. И вот мы знаем прекрасно, что вот так воспитывает Нина Астанина. И вот такие люди, они вносят наиболее кровавые поправки, и они наиболее ярко, и наиболее по-звериному опять-таки, да, комментируют эти новые законодательные инициативы. Господин Хинштейн, например, против которого было уголовное дело за то, что он подделал себе корочку полицейского, когда работал журналистом расследоваться московскому комсомольцу. И против него было уголовное дело. И ФСБ его отмазало в свое время. Отмазало по этой статье. И с тех пор господин Хинштейн выполняет указания ФСБ. И вот эти люди, вот эти люди что-то говорят про нарушение закона. Вот эти люди что-то говорят про то, что такое семья и что такое воспитание. Вот эти люди говорят про то, что такое совесть и мораль. И мне, конечно, ну, довольно-таки смешно. Почему молчат представители шоу-бизнеса, это тоже большой вопрос. Потому что, например, на обсуждение этой законодательной инициативы даже в этот понедельник, например, позвали некоторых таких ярких представителей российского шоу-бизнеса, типа там, продюсера Игоря Матвиенко, который, ну, там, все 90-е занимался раскруткой самых разных музыкальных коллективов, в том числе бы продюсером «Фабрики звезд» и среди его подопечных, конечно, было ни один, ни два, ни три мальчика в гумаскусуалов. Почему он поддакивает и поет в эту дуду? Ну, потому что сегодня в России нет пространства для другого мнения. Если ты хочешь получать госконтракт, если ты хочешь продюсировать концерт на «Восельском спуске», на котором будет Владимир Путин обниматься с Олегом Газмановым, ты должен делать, что тебе говорят. Или ты тогда будешь исключен из пространства зарабатывания денег. Тогда ты не будешь причастен к никакой кормушке. Тогда у тебя не будет доступа к этим миллиардам. Сегодня я дружу с некоторыми довольно известными продюсерами сериалов, управляющими разных онлайн-кинотеатров российских. И мне мои друзья говорят, ты понимаешь, раньше, например, мы могли снять просто любой сериал, какой хотели, про подростков, про первую любовь и прочее. Но сегодня даже если ты хочешь хотя бы копейку государственных денег получить, мы прекрасно понимаем, что с отсутствующим прокатом и с отсутствующими карточками визы и мастер-карт здесь этот рынок слопнулся. То есть у нас никто больше не зарабатывает ни на прокате, ни на кино, ни на онлайн-кинотеатрах. Единственная возможность это добирать деньги из госбюджета, от Минкульта и прочее. Но единственные заявки, которые могут быть одобрены, это заявки с мощнейшей патриотической линией, с мощнейшей поддержкой войны, с крымно-шистскими героями и с мальчиками, которые едут спасать детей Донбасса. Если ты пытаешься снять камерную драму про взросление, тебе не дадут ни копейки. А если ты даже подашься с этим, то на тебя посмотрят и подумают, это что значит за пропаганда западных ценностей. В целом, Россия ведет борьбу, даже эту войну у нас называют, уже не войну, а с Украиной, потому что сделать из украинца злого врага, не очень получается, потому что общество все чаще задается вопросом, типа, с чего украинцы враги наши. И поэтому эту войну называют войной с западом и со всем западным. И что проще всего назвать примером запада внутри? Что проще всего выбрать? Вот тут, наверное, гомосексуалов, наверное, ЛГБТК-прослойку. И мы видим, как ставится знак равенства между геем и западным агентом. Мы видим, как ставится знак равенства между лесбиянкой и деньгами газдепа. И вот эта подмена понятий, это самое страшное, потому что нам же нужно каким-то образом вот эту стигму снимать потом будет, но сейчас этот шаблон на массовое сознание пытаются насадить очень четко и плотно. И люди верят, люди верят. Я сегодня увидел чудовищные кадры, их выложила Ксения Собчак у себя в Телеграм-канале буквально за несколько минут до вот этого мое включения к вам в эфир. И там девушка-продавщица в палатке на рынке и там просто шарики. И на шариках в цветах радуги написано Happy Birthday. И к ней подошла женщина с требованием убрать эту гомосятину и, простите, произнесу это слово пиджество. И девушка-продавщица говорит, почему вы так говорите? Где вы здесь увидели пропаганду? Нет, радуга это то, что нам навязал Запад. Но в советское же время тоже была радуга, говорит, это несчастная испуганная девушка. Но женщина начинает звонить в полицию и говорить, что я вас всех урою, закопаю и посажу. И вот эта вот чудовищная ненависть, чудовищная агрессия и причем вот эти фразы очень пошлые, подчеркнуты откуда-то, не знаю откуда, из эфира Владимира Солоева, наверное. Это меня очень пугает. Еще одна короткая история, если есть возможность. На прошлой неделе в России отмечался День толерантности и я удивился, что в принципе такой День толерантности он включен в список рекомендованных для школ дней в рамках программы Министерства просвещения. То есть школьники в младших классах и их учителя должны обсуждать, что такое толерантность, что такое быть принимающим, что такое быть открытым, любить, не осуждать. И вот там был тест такой, который учительница скачала и раздала своим ученикам. И одним из пунктов этого теста, помимо, например, того, чтобы подобрать синонимы, какие слова относятся к толерантности, какие нет. Например, раздражение относится или нет, а принятие относится или нет, добро относится или нет, а озлобленность и так далее. Одним из пунктов этого теста было закрасить радугу. И на эту женщину написал заявление лидер мужского государства, такой признанный судом-экстремистом, фашист и отъявленный злодей господин Позняков заявление, а также он позвонил отдельно Хинштейну, Хинштейн позвонил губернатору Калужской области, дело было в школе в Калужской области. И там проверка против этой нечестной учительности пенсионерки. Проверка, я думаю, что ее отстранят. И более того, он же, депутат Хинштейн, написал требование, запрос депутатский в Минпросвещение с требованием отменить со следующего года в принципе празднование неодолерантности в российских школах. То есть, мы ведем борьбу с здравым смыслом, мы ведем борьбу с добром, мы ведем борьбу с попыткой говорить про то, что такое принимать и что такое любить. Мы вот с этим ведем борьбу, ведем борьбу с радугой. Это страшно. Я, кстати, сейчас попробую сформулировать вопрос по поводу восприятия, потому что вот есть некие стереотипы в отношении гомосексуалов. Особая манера говорить, например. И понятно, что это стереотипы, но эти стереотипы иногда обыгрывают в том числе звезды российской страты. Николай Басков любит как-то это вот особо подчеркивать, хотя он изображает романы там с Оксаной Федоровой и так далее, но тем не менее он это подчеркивает. Филипп Киркоров, там, блестки и так далее. И вот у меня вопрос, почему эти люди, которые играют на этих стереотипах, так востребованы опять же, я не люблю эти обобщения, но чтобы было понимание, у глубинного народа. Почему, условно говоря, то, против чего этот глубинный народ накачивает, то, что его заставляет ненавидеть и, возможно, у многих получается, а потом так отлично продается со стороны людей, которые эти стереотипы делают такой гиперболой своего дворчества. Вот как это можно объяснить? Ну, я думаю, что это часть, в принципе, любви глубинного народа к шутовству, орликинный просто смех, да, это театральщина, театрализованность, эти костюмы, эти яркие образы, эти мужчины в блестках. Я думаю, что люди не ставят знак равенства между тем, что они видят на сцене, между вот этими костюмами Бориса Моисеева, между этими песнями «Голубая луна» и сексуальной жизнью условного Бориса Моисеева. Я думаю, что это, в принципе, любовь народа к шоу, к хлебу и к зрелищам. И, ну, как бы, что есть еще у этого народа? Хлеба мало, нужно каким-то образом зрелищем себя как-то накачивать и поддерживать в адекватном состоянии. Знакавенства никогда не ставилось. Но единственное, что сегодня, к сожалению, даже звезды эстрады иногда испытывают проблемы. Мы помним всего лишь год назад в прямом эфире премию Муз-ТВ, одной из крупнейших музыкальных премий России, Филипп Киркоров и его, как говорят, протежей или, может быть, любовник Дава, они появились в костюмах женщин, ну, в таких смешанных костюмах. И, собственно, получил канал Муз-ТВ штраф за пропаганду о гомосексуальности. Я никогда не произнесу это слово гомосексуализма, хотя именно так это звучит в законе. Гомосексуальности, по-моему, миллион рублей, и Филипп Киркоров сам этот штраф оплатил. То есть мы видим, что даже такие люди, как Филипп Киркоров, даже за то, что они просто играются на сцене, уже иногда несут определенную, в том числе, уголовную, юридическую, административную юридическую ответственность. Обществу очень легко объяснить, что вот эти люди, они как бы наши враги. И что как только ты видишь мужчину в женском платье, это значит, что не Керенский бежит из имени его дворца, а это значит, что тут кто-то пропагандирует нездоровые западные ценности, пытается их навязать нашим детям, пытается этих детей, конечно, и там, как бы по списку, изнасиловать, забрать, не знаю, прочее, прочее. Страшно, что ставится знак равенства. Почему каждый раз отдельно акцентирую на детях, потому что ставится знак равенства между гомосексуальностью и педофилией. И это знак равенства активно вбивается в народное сознание. Если гей, это педофиль, если гей, это заберет наших мальчиков, если гей, это значит, изнасилуют наших мальчиков и выбрось куда-нибудь в помойку. Этот шаблон, он есть, он, к сожалению, насаждается. По поводу театральности у меня только такой ответ. Люди любят улыбаться, люди любят смеяться, особенно, когда вокруг все серое, темное, и нет никакой идеологической основы придумать себе будущее. У нас же будущее в стране отменили. Ключевое преступление путинского режима в том, что он отменил будущее. Он смотрит только назад. Только в прошлом, в скрепах, в духовности, в довольно устаревших, потом, не знаю, ветхозаветных принципах мы пытаемся нащупить какие-то модели развития страны. И так не получится. То есть невозможно оглядываясь назад, вперед, и даже если мы попробуем так сделать в жизни, но у нас точно ничего не выйдет, мы упадем. У нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Меня зовут. Я из Риги звоню. Хотела бы задать такой вопрос немножко по другой теме. Я хочу про детей спросить. У вас такие чудовищные кадры сегодня. И на протяжении некоторых дней смотрю в телеграм-каналах как в мастере, не знаю, связано ли это с войной в Украине, а в Грессе, неизвестно. Ну, социально необеспеченные, как они издеваются своими детьми, там, одна заставляла трястица и била, другая там, не могу вспоминать, что даже, ну, пытаясь как-то в ответ своему мужчине показать, что вот она издевается у ребенка. В общем, чудовищно просто совершенно. Вот когда задают вопрос, я просто хотела об этом спросить у вас, что лучше, вот такой семенежный ребенок, ветеросексуальный, где над ним издеваются, или же, например, ЛГБТ-парка, какая-то обеспеченная, адекватная, будет его воспитывать, все равно люди с определенными взглядами, они говорят, что нет, из пары ЛГБТ воспитается, не знаю, гей и так далее. Вот могли бы вы на эту тему порассуждать? Прежде детей, действительно ли в ЛГБТ-парах дети потом, не знаю, смотрят, как-то на это, именно, вот, сексуальную аниментацию изменяется? Что вы хотите по этому поводу сказать? Интересно ваше мнение. У меня очень много друзей, взрослых геев, которые живут в парах, у которых есть дети, и самыми разными способами этих детей, эти пары делали, то есть, например, у меня есть пара, вот, двое мужчин, которые живут вместе, и вот есть пара, двое женщин, и вот пара из вот этих двух мужчин, мужчины сделали, как бы, детей этим женщинам, они очень близко дружат и помогают друг другу, но, как бы, официально эти дети, то есть, как бы, считаются детьми женской пары, ну, на маму записаны, но я не видел такой большой любви ни в одной, ну, я не хочу сейчас тоже обобщать, во многих гетеросексуальных семьях, я, конечно, видел тоже огромную любовь к детям, безусловно, но я здесь вижу большущую любовь, дети не впитывают гомосексуальность от родителей, гомосексуальность невозможно впитать, да, гомосексуалом невозможно стать, и гендерные исследования доказывают, что даже если ребенок, мальчик, живет в окружении мужчин-геев, он геем не будет, и более того, как доказывают и практически показывают разные исследования, в том числе социологические, чаще всего, как раз, дети двух отцов геев, геями не становятся, даже если в какой-то момент в подростковом, пубертатном возрасте этим детям захочется поэкспериментировать собственно сексуальностью, ну, кстати, как раз эксперимент собственно сексуальностью, и вообще, как бы, сексуальное развитие, и, как бы, сексуально адекватный диалог, я считаю, отсутствие этого в России очень большая проблема, и поэтому многие дети замыкаются, не разбираются в себе, потому что, как бы, есть вот эти стигмы, что вот это нельзя пробовать, это нельзя пробовать, нужно, значит, в рамках вот такой одной линии идти и секс после свадьбы. Но, опять-таки, да, повторюсь, важно, что еще понимать, чаще всего мужчины-геи усыновляют девочек, и отчасти это связано в том числе, с общественным осуждением, потому что очень многие соседи, даже в Европе это происходит, соседи, преподаватели в школе, в том, что если двое мужчин усыновили мальчика, значит, они это сделают для того, чтобы его насиловать, или чтобы сделать из него гея, чтобы каким-то образом избавить себя, и в том числе избавить своих соседей, своих друзей от таких мыслей, чаще всего мужчины-геи усыновляют девочек, просто чтобы, ну, не приходилось каждый день оправдываться. Ближайший мой друг является отцом, он гей, он живет со своим молодым человеком, и он с подругой, со своей очень близкой сделал дочку. Эта дочка неделя живет с ним и с его молодым человеком, неделя живет с мамой и с молодым человеком нынешним, молодым человеком мамы, и все друзья, и у всех плотная, интересная, яркая семья, а у ребенка есть два родителя, а сейчас четыре, это четыре любящих родителя, это четыре обеспеченных родителя, и мы понимаем, что если гомосексуальные семьи заводят или усыновляют ребенка, в России это невозможное дело, к сожалению, в России есть несколько путей завести ребенка, это все они неофициальные, придумывают какие-то хитрые схемы, но не суть, но мы понимаем прекрасно, что если гомосексуальные семьи приходят к ребенку, приходят к тому, чтобы завести ребенка, это всегда семьи, обеспеченные жильем, обеспеченные деньгами, этот ребенок получит хорошее образование, он будет всегда одет, накормлен, сыт, он будет путешествовать, у него будет доступ ко всему, это будет ребенок, который потом государству даст, ну не знаю, очень многое, для меня всегда было большим вопросом, почему, я понял, о каком видео говорила девушка, которая сейчас позвонила, чудовищное видео из Казани, да, там мать снимает, как она лупит ребенка, дочку, очень агрессивно, очень зло, то есть она хочет сделать, девочке больно, она это лично снимает на камеру, чтобы отправить отцу, это девочке, которого она ненавидит, и через ненависть к этому отцу, она ненавидит и собственную дочь, и для меня каждый раз был вопросом, теперь ребята, что лучше, чтобы эти дети жили в таких семьях, или может быть в России закрыли все детские дома, может быть всех детей инвалидов, которые не могут, не знаю, без огромной финансовой подпитки, жить, питаться, существовать, двигаться, может быть за ними очередь из желающих их усыновить, российских гетеросексуальных семей выстроилась? Нет, зато за ними выстроилась очередь из гомосексуальных семей, но никому, никогда не позволят из гомосексуальных семей такого ребенка усыновить, Более того, одиноким отцам тоже чаще всего не позволяют, потому что начинают подозревать, что если одинокий отец хочет кого-то усыновить, то обязательно он что-то скрывает. Если ты одинокий папа, то ни в коем случае ты, значит, не хочешь ребенка иметь. А если ты пришел за ребенком в детский дом, значит, ты какой-то ненормальный. Ну, к сожалению, вот такая вот политика по отношению к детям в Российской Федерации. И для меня действительно один вопрос. Хорошо, может быть, если бы у нас не было беспризорников, не было детей-инвалидов, ну, предположим, я бы мог еще хоть как-то задуматься над пониманием подобной стратегии. Но в России сотни тысяч детей находятся в чудовищных условиях в детдомах, где их бьют, где их толком не кормят, и из которых они выходят на свободу, эту свободу моментально теряя, оказываясь, с зэками. А потом мы знаем прекрасно, что происходит с зэками, они потом отправятся на фронт, и в первых рядах подталкиваемыми штыками вагнеровцев ложатся там трупами на полях под Луганском. Вот такая судьба лучше, чем образование четыре любящих родителя и, не знаю, прекрасное детство. Ну, я не знаю, мне всегда это взяло огромное количество вопросов. Еще вопрос, кстати, по поводу некого покаяния или раскаяния. Вот как раз вспоминали, мы с Артемием Троицким как-то на эту тему говорили. Сергей Лазарев, который в первые дни высказался против войны, и потом, через несколько месяцев, появляется в клипе «Вставай», который шаман и еще там целый набор российских музыкантов, и он поет эту песню. Я, кстати, специально присмотрелся, очень печально, без огонька, где-то там в стороне, но поет. То есть поет вот эту песню, которая должна вдохновить на фронт участников, как говорят в Кремле, специальной военной операции. Это ведь мало похоже на случайность. То есть если ты что-то написал, а потом тебя заставили это исполнить. Ну, то, что я знаю от общих знакомых с Сергеем, к сожалению, история Сергея Лазарева — это история уничтожения личности, это история чудовищного издевательства над человеком, потому что, конечно, его заставили это сделать, угрожая детьми, угрожая отобрать у него детей, и он уже был готов уезжать вместе с детьми в Соединенный Штат, он в Майами очень много времени проводит, но, к сожалению, он этого сделать не успел. У него был выбор, либо остаться с теми детьми, с которыми он живет, которых он очень любит, это суррогатные дети, либо их лишиться и продолжить настаивать на своей антивоенной позиции, но российская власть ломает, и ломает через колено, ломает больно до хруста костей тех людей, которые позволили себе пойти против нее. И затем она от этих людей требует максимального издевающегося над личностью покаяния. Ну, не покаяния, а именно встать на колени и сделать вещи, которые в плюс бесконечность увеличивают их, как будто бы преступление перед собой. Евгений Миронов был вынужден после того, как он молчаливо осудил войну, долгое время молчал, но чтобы спасти свой театр, он является художественным руководителем из крупнейших театров в Москве, театра нации, где в том числе в своей главной роли играл Чулпан Хаматова, которая накануне получила у вас важную театральную премию. Вот чтобы спасти этот театр, спасти труппу, спасти возможность ставить, он был вынужден поехать в Мариуполь в самые первые дни после присоединения Мариуполя и взять шефство над Мариупольским драматическим. Хотел ли он это делать? Я уверен, что нет. Заставили ли его? Конечно, да. Заставили ли Сергея Лазарева? Конечно, да. И я не то, что в этом уверен, то есть как бы умеется свидетельство близких к Сергею Лазареву людей, которые, да, мне подтверждали именно эту версию. То есть вырваться уже нельзя? То есть после какого-то момента он уже... Вот если Сергей Лазарев захочет уехать, он уже не сможет уехать из России? Сергей Лазарев, насколько я понимаю, уже уехать не сможет, но я не знаю, что он должен продумать. То есть я думаю, что просто Сергею Лазареву не дадут вылететь. То есть я думаю, что просто ему не дадут вылететь вместе с детьми. Он же не может вылететь один. Нет, один может улететь. А что будет с его детьми? Дети вылететь вместе с ним не смогут. И вот сколько... Я понимаю, что нет какой-то статистики, но сколько людей вот сейчас находится в заложниках у этой системы, которые не успели, там, не знаю, что-то, может быть, не сразу сообразили или что-то хотели решить какие-то вопросы? То есть это большая, длинная скамейка сейчас? Я уверен, что она довольно длинная. Мне очень сложно, да, каким-то образом сказать, сто это человек или тысячи это человек. Но мы знаем, что российская власть, она тема известна, что она всегда берет заложников. И вот сейчас, например, мы наблюдаем дело Ильи Яшиной, мы видим, что отец Ильи Яшина стал тоже этим же заложником. Власть в России так всегда поступает. То есть если она судит, например, людей Навального, люди Навального успевают покинуть Россию, что делает российская власть? Она приходит к их родителям и заводит выдуманные уголовные дела, и арестовывает их пожилых родителей, отправляя на год, на два в камеры тюрьмы, в камеры средственных изоляторов, вынуждая своих реальных врагов вернуться. И тут уже дальше вопрос, как поступит человек, да? Он сможет вернуться и сесть вместе со своим отцом? Или он не вернется, и все-таки он останется на свободе, он продолжит жить? Потому что мы же прекрасно понимаем, что если ты вернешься, это не значит, что заложник, которого власть взяла, твой близкий человек, что он обретет свободу. Мы прекрасно помним пример Ксении Собчак, которая вернулась после того, как арестовали ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которая пошла на сделку с господином Чемезовым, который был интересантом уголовного преследования всей этой медиаструктуры Ксении Собчак, которая пошла к нему на встречу, которая после этой встречи написала извиняющийся пост, которая попросила публично прощения у господина Чемезова, а мы можем себе представить, насколько это непросто было сделать Ксении. Ксения человек сильный и довольно принципиальный, и она не чувствует своей вины, потому что этой вины нет. В чем вина? В том, что она занималась медиабизнесом, ну это странно, но просто, видимо, в России сегодня заниматься медиабизнесом нельзя, если ты не занимаешься этим медиабизнесом на государственные деньги. И что? Отпустили Кирилла Суханова после этого поста? Мы наблюдали заседание суда, где он ходатайствовал хотя бы о смене камеры следственного изолятора на домашнее заключение. Нет, суд не видел доводов, суд не пошел на эти доводы, несмотря на ходатайство Андрея Малахова, несмотря на готовность выплатить огромные деньги в суду, просто за то, чтобы не сидеть в этой камере, не сидеть в чудовищной российской камере тюрьмы, а российская тюрьма — это ад. Российская тюрьма — это дно, российская тюрьма — это то, что нельзя пожелать даже своему врагу. Нет, то есть мы видим, что да, Кирилл Суханов был этим заложником, Ксения Собчек вернулась, пошла на поводу у людей, которые взяли этот заложник, а там заложника не отпустили. Но вот этот сигнал, кстати, для остальных, что даже если вы присягаете, даже если вы идете на эту сделку, как в истории с Лазаревым, не знаю, почему я не поклонник Сергея Лазарева, но мне было важно прояснить этот момент, потому что, ну, обращая внимание на все, как происходило, это видно невооруженным глазом. Ты видишь, что человек вынуждает это сделать, и ты понимаешь, что есть какие-то обстоятельства, какие-то причины, почему он на это идет. Но вот возвращаясь к Ксении Собчак, и то, что она покаялась, и действительно, я понимаю, вот она написала пост, это был пост покаялась, это было, в общем, публичное унижение Ксении Собчак, ее вынудили это сделать. И ей, по сути, не пошли навстречу. То есть, это же сигнал другим, смотрите, мы не держим, не выполняем свои обещания, вы можете каяться, но и нам все равно. Абсолютно, да, это тот сигнал, который должны все, все очень трезво считывать. Плюс, я думаю, что мы сегодня все должны очень трезво считывать одну простую вещь. Российская Федерация лишилась политических институтов. Российская Федерация сегодня, это медведь-шатун, которого разбудили зимой, и который не знает, куда он идет. В Российской Федерации никто не знает, кто принимает решение. Мы не знаем, кто сейчас тот человек, который определяет внутреннюю и даже внешнюю политику. Мы этого не знаем. Мы не знаем даже имена тех людей, которые на самом деле принимают решение и отдают приказы о том, бомбить Киев или не бомбить. Здесь уже начинается воля майора. И вот эта воля майора, отдельно взятого ноунейма где-то из коридоров то ли Лубянки, то ли ГРУ, то ли Министерство внутренних дел, то ли где-то из кабинетов на Старой площади. Вот этот отдельный человек, который думает, что надо сделать так, вот этот человек все решает. И из-за этого мы не можем даже какую-то логическую цепочку проследить. Если я нарушил здесь, и если я пойду вот на такие-то уступки, то я, наверное, получу вот это. Думаем мы, как будто бы играя в логичность нынешней политической ситуации, но она не логична абсолютно, и она никем не управляется. Просто отдельно взятые люди, их масса, их хаотичная масса, они принимают решения в соответствии с своими представлениями о том, как сделать так, чтобы не получить по шапке раз, как сделать так, чтобы сохранить должность два, как сделать так, чтобы выслужиться перед кем-то еще, или перед кем-то какой-то такой, перед облаком тегов этой власти, чтобы получить какие-то дополнительные бонусы. Но как и кто, и что от нас требует, нет никакого ответа, и нет никакого понимания. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо, Ренат. Ренат Давлитгильдеев, журналист, наш коллега, был с нами сегодня на прямой связи. Спасибо, и до следующего раза. Всего доброго. Огромное спасибо. Все хорошо. Мы продолжаем наш стрим. Спасибо.